всем привет в общем я нахожусь в мастерской и мы приступаем к лакировке роботов сейчас будет часть роботов скрыта лаком и потом еще часть в качестве в качестве оператора сегодня у нас корова а пришел к вадику вырезать пару переходничков для установки битинга у нас было отверстие 80 миллиметров нам нужно уменьшить его до 60 пёв сейчас делаем шайбу из алюминия толщиной 4 миллиметра сюда вставится битинг и прикручивается на 4 самореза там внизу еще есть три отверстия туда тоже будут склеены вот такие переходнички клей сика оказался очень крепким спасибо ребятам из магазина метизов которые мне его подсказали и так 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 продолжаем работу с швыботом на днях спуск на воду или 25 или 26 мая и конечно же нельзя обойтись без швартовочных приспособлений это вот битинг который будет установлен в носовой части он будет проходить через палубу и еще две переборки в общем огромное спасибо моему другу вадику который сделал мне вот такой фланец на своем самодельном чпу станке вот такую заглушечку и ребята из каркасном а которые все это соединили в одно целое и сейчас мы отправимся его клеивать корпус необходимо подготовить отверстие а 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 на веревка будет потом когда будем швартовать Гласситаны. Пробуем. Немного суховато. Когда закручивает Илья, это навсегда. Нам нужно лирное ограждение. У нас есть немного защитей, которые были на Ниссане в качестве защиты поворотников. Такой вот колхоз. Мы из них делаем колхозные лиры. Уже нарезаны пластинки. Лиры. Пластинки. Пожнали. Пробуем. 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 всем привет в общем есть у нас вопрос по ходовым огням нашим все сборки и мы нашли вот такую штучку вернее мне ее подарил когда-то саша воронцов не стояли к красные стекла но мы поставим с одной стороны зеленая с другой стороны красная с третьей стороны или белой или заглушен и получится у нас такой ходовой огонь который допустим будут стоять на мачте топовый огонь если не ошибаюсь я могу ошибаться и светодиоды с аккумулятором своим и все вперед все работы выполнены эпоксидной смолой на этом швертботе после покупки корпуса выполнены эпоксидной смолой приобретенной компании эпоксиполимер я приобретаю пластифицированную смолу с отвердителем который мешается один-двум потеплело нужно убирать кистики которые вылезли за зиму в общем весам кранты на сегодня нужно обязательно сделать эту процедуру поэтому у нас будет вот такой мерный стаканчик два стаканчика эпоксидки один стаканчик отвердителя сейчас я занимаюсь подготовкой пластины которые будут стоять внутри через которую будут крепиться утки слева и справа на корме вообще этот кусок был от железнодорожного унитаза в общем мы просверлили нём отверстие режем его на три части продолжим а а вкручиваем пробочку а 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 это а а